Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с большим количеством аналитического контента. Используйте и его тоже, если вам, конечно же, нужна дополнительная информация, которая будет способствовать принятию торговых решений. Ну что ж, мы продолжаем следить за тем, как растет доллар на фоне последних итогов последнего же заседания американского регулятора. Сегодня будет опубликован блок макроэкономических отчетов, в частности в 16.30. Личные доходы, личные расходы, Мечканский индекс. Это все касательно американской экономики, это все история про доллар. Конечно же, на фоне вчерашних данных по ВВП, годовой данной по ВВП в пересчете на квартальную оценку за четвертый квартал. 6,9% роста с 6,5% это максимум, мне кажется, лет за 30 или даже больше. Становится еще яснее, что американский регулятор не просто так позволил себе такой резкий разворот в риторике и анонс такого количества раундов относительно повышения процентной ставки. Это все, опять же, об ужесточении монетарной политики, это все база для долгосрочного роста американского доллара. Об этом мы, собственно, ранее уже говорили. Напоминаю, друзья, то, что индекс доллара сейчас растет, потому что ФРС ясно дал понять, что первое за много лет повышение процентной ставки произойдет уже в марте, совсем скоро. Также американский регулятор еще раз отметил, что в соответствии с обозначенными ранее планами сократит полностью программу количественного смягчения также в марте. Соответственно, март будет тем самым месяцем, который позволит перейти от экономического стимулирования непосредственно к ужесточению монетарной политики. Я уже много раз говорил, что не может быть так, чтобы одновременно с действием программы количественного смягчения стали бы повышать процентную ставку. Поэтому марта будет крайне важным для всех финансовых рынков. В марте, после повышения процентной ставки, у нас будет возможность еще раз взглянуть на дальнейшие перспективы года и понять, сколько еще таких решений ФРС может принять до конца года. Но, судя по текущей оценке, мнению экспертов, прогнозов, аналитиков, субъективных оценок, на основании той информации, которая сейчас в изобилии хватает на рынках, касательно именно действий американского регулятора, консенсус, прогноз предполагает уже от 4 до 6 повышения процентной ставки. И я склонен полагать, что мы пойдем как раз по верхней планке вот этих многочисленных раундов ужесточения монетарной политики. Еще один вопрос, который интересовал трейдеров, что будет с балансом американского регулятора, который за время пандемии был раздут вдвое до 9 триллионов долларов. И в этом вопросе мы получили чуть больше ясности, потому что регулятор коснулся этой темы и сказал, что обсуждает тогда то, как и какими темпами, вот скажем так, лучше. Начать сокращать баланс и окончательно дорожная карта, финальная карта того, как будет осуществляться программа количественного ужесточения, она будет представлена нам, трейдерам и спекулянтам, уже через 2, максимум 3 заседания. Поэтому, друзья, сейчас смотрим на доходность американских облигаций, которые летят в космос. Я предупреждал вас всегда, что первыми на перспективу проведения более жесткой монетарной политики отреагирует рынок долга. Десятилетки 1,81% это вообще максимумы с начала 2020 года. Более короткие бумаги за более короткие периоды, двухлетние, там тоже такие же показатели, рекордные за несколько лет. Рынок готовится к серьезным изменениям монетарной политики. Вы должны, друзья, готовиться тоже. Поэтому по индексу доллара, поскольку у нас уже идет пробой прямо в моменте сопротивления 97 пунктов, нужно закрепляться выше и уже метить на 98 и впоследствии юбилейную планку в 100 пунктов. Я об этом уже ранее говорил. Рост доллара, повышение доходности американских облигаций не оставили покупателям золота ни шанса. Поэтому очень быстро изменилась тенденция. Мы адаптировались к изменившимся условиям. И с вчерашнего дня, собственно, стали золото шортить, когда оно еще было в районе 1815 долларов за трое склонцы. Наша ближайшая цель на вот этом импульсном движении была поддержка 1800 долларов. Эта поддержка пал и вчера минимум был 1791 локально. Друзья, очень хорошо на этом заработали. Что будет дальше? Я считаю, что поскольку сейчас не стоит говорить о росте, еще большем росте геополитической напряженности, эскалации конфликта на Ближнем Востоке и, соответственно, в Восточной Европе, наверное, нужно считаться с долларом сейчас и дальше. Нужно смотреть на индексы ничных настроений Кайман, который сигнализирует о том, что шортить еще можно. Поэтому, друзья, я предлагаю метить уже на уровне пониже. И это могут быть значения 1770-1760 долларов за тройскую фунцию. Рынок нефти 88-68. Есть несколько факторов, которые до сих пор не дают мне покоя. И выступают основной базой, за которой я все-таки склоняюсь к снижению рынка нефти. Во-первых, это уже, конечно же, позиция ФРС, которая способствует укреплению доллара. А рост доллара – это традиционный фактор давления на сырьевые инструменты. И золото, к примеру, явно доказывает это. Но осталось только увидеть еще аналогичную ценовую динамику и на рынке углеводородов. По поводу напряженности на Ближнем Востоке и Восточной Европе я уже сказал, что я все-таки жду конструктивных переговоров в обоих случаях и рассчитываю на адекватность всех сторон и на недопущение эскалации конфликта. Запасы, которые выросли в США, и нефть, и бензин, и нефтепродукты в целом – тоже медвежий фактор. И четвертый катализатор потенциального снижения – это продажа террористических резервов, друзья, США и Китая. Все это вскладчено на фоне того, что нефть очень высоко забралась, может все-таки стать причиной коррекционной динамики. И я по-прежнему рассчитываю, прежде чем мы заговорим с вами о состоятельности прогнозов роста бренда выше 100 долларов за баррель, мы можем увидеть еще коррекцию в район 80. Биткоин – 37166 долларов, будем и дальше снижаться, дно еще не достигнуто. Очень правильное сравнение с тем, что сейчас происходит с долларом, друзья. Напоминаю, что рынок криптовалют, наверное, своей сутью существования когда-то создавался как альтернатива недоверия традиционным и фиатным деньгам. Сейчас, когда все уходят в доллар, когда доллар растет, и когда есть четкое понимание того, что доллар будет еще дороже на фоне ужесточения монетарной политики, фондовые индексы будут валиться. Конечно же, у классических денег и, соответственно, у эталона этих классических традиционных денег доллара очень неплохое будущее, по крайней мере, на этот год. И поскольку привлекательность доллара будет расти, разумеется, параллельно с этим будет также снижаться привлекательность рынка криптовалют, потому что сейчас его статус, именно отработки недоверия к системе традиционных активов, он не подтверждается. В общем, здесь тоже нужно держать руку на пульсе, друзья. И в данном случае нужно признать тот факт, что рынок криптовалют очень сильно коррелирует с динамикой рисковых активов, которые сейчас в целом под давлением. Поэтому по доллару, точнее по биткоину, я, как и ранее, жду тест поддержки 30 тысяч долларов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!